Анаграм Пикчерс представляет Фильм Марка Льюиса Меня зовут Дэвид Круппен. Что значит принести жертву? Каково по-настоящему изменить что-то? Жизнь и карьеру я провел в двух мирах. Со временем я добился уважения. Мои книги и статьи все чаще покупают и публикуют. Я часто общаюсь с политиками, на меня ссылаются чиновники. Но сегодня я осознал, что все время шел по неправильному пути. Сегодня я вновь открыл для себя то, что знал еще подросткам. Оттебель То, что на лбу. Посмотри, господи, я знаю. Ты же говорил, клещ. Я не уверен, что это был клещ. Может, какой-то жук? Очень болит. Я знаю, дорогая, не шевелись. Потерпи еще чуть-чуть. Вот так. Даг, ты это видишь? О, боже. Что там? Видишь? Скорей, бери пинцет. Пожалуйста, не шевели головой. Я не вижу рану. Что там? Сейчас. Черт. Что мне теперь делать? Надо что-то делать с населением. А что с ним не так? Людей слишком много. И все они что-то делают. Вот вам и глобальное потепление. Вам говорят, что мы на пороге ужасной катастрофы. Что углекислый газ превратит нашу планету в печь, и мы все погибнем. Это просто полнейший бред. Неважно, что они говорят. Ледники так не тают. Нас предупреждали, что глобальное потепление – это серьезная опасность. Наступают тяжелые времена, о которых говорится в Библии. Глобальное потепление становится своего рода религией. Глобальное потепление существует, и вызвано оно нами. Это обман. Тающая Арктика открывает страшную правду. Сомневаюсь, что мы сможем это исправить. Вот-вот начнется Армагеддон. Большинство из нас погибнет, а выжившие будут жить в другом мире. И что мы сможем сделать? Мы должны пойти на небольшие, но важные жертвы. Постоянно. Как по-вашему изменить что-то? Радикальные защитники природы угрожают террорам. Если мирные методы не помогут достучаться, то придется применять другие методы. Время пришло. Шокирующий репортаж. Это быстро распространяется. Больницы переполнены. Тысячи тяжелобольных и сотни мертвых. Беспорядки на улице. 400 человек погибло. Заражено более 10 тысяч. Полицейские патрули и Национальная гвардия оцепили границы и никого не пропускают. Когда террористом становится природа. Мы все умрем. Слишком поздно. О, нет. Я умру. Я умру. Один. Из ужасов. Это страшная биологическая угроза. О, Господи. Я умру. Остров Банкс. Канадская Арктика. Конец весны. Канадская Арктика. О, Господи. Тихо, Калси, Македд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сосновый жук — лишь один пример того, как глобальное потепление влияет на планету. Образ нашей жизни — это огромная угроза для планеты. Такого рода кошмары не прекратятся, если не пойти на жертвы. На сегодня все. Некоторые из вас смогли присоединиться к доктору Круппену для изучения влияния глобального потепления на полярных медведей. Адам Гейлон, Федерико Фолчи и Лин Чен. Да, Адам. Я думал, что поедет четверо студентов. К сожалению, условия изменились. Господи боже! Если бы вы не мерили четыре купальника, мы бы уже приехали. Я же просила тебя не звонить. Эвелин, послушай, это важно. Мы кое-что нашли. Ты должна приехать. Я же сказала, что не хочу тебя видеть. Может, оставим все как есть? Эвелин, ты должна понять. Да ты даже на похороны ее не приехал. Эвелин, это очень важно для дела всей нашей жизни. Знаешь что, папа, это дело не нашей жизни, а твоей. Ну вот, теперь еще и из машин выскакивают. Все знают про глобальное потепление. Жаль только, что всем наплевать. Кроме тебя. Эвелин, я отдам тебе все мамины деньги. И никаких ежемесячных выплат? Да. К нам приезжают студенты из Доусона. Но я оставил для тебя место. Эй! Эви, садись в машину! Я не знаю. Я подумаю. Садись в машину! Пап, мне пора, но я подумаю об этом. Ты не мог бы подождать? Надо ехать! Успокойся! Как мне достучаться до мира, если я даже до дочери не могу достучаться? Она просто злится. Она приедет. Медведь умер. Что? Два дня спустя. Город Доусон. Юкон, Канада. Вчера гульнул, и уже заштурвал? Как себя чувствуешь? Нормально. Звонила какая-то Линк. Сказала, что задерживается. Хорошо. По голосу, милая? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Мне нужна твоя помощь, Барт. Доктор Круппен? Я не могу дозвониться до Эви. Ей нельзя приезжать. Почему? Что-то случилось? Просто сделай так, чтобы она не приехала. Хорошо. Скажи ей, что документы я передам через тебя. Ладно. Кстати, Ты дозвонился до Барта? Дэвид, ты просил их не приезжать. Ты попросил помощи? Да. Слава Богу. Ну, Ти стала еще хуже. Да и мне не лучше. Классный вертолет. Спасибо. Ты откуда? Из Доусона. А где родился? В Доусоне. Господа, не хотите ей помочь? Конечно. Давай я возьму. Нет, спасибо. Давай, это мне. Большое спасибо. Можно я полечу спереди? Конечно, запрыгивай. Спасибо. Вот черт. Ребята, загружайте вещи. Эви? Привет, Барт. Послушай, я не смогу тебя взять. Почему? Он так сказал. А документы он передаст через меня. Он что, не хочет, чтобы я приехала? Наверняка на это есть причина. Знаешь что? Плевать мне на то, что он сказал. Я полечу. Эви, подожди. Ты ставишь меня в неловкое положение. Прости, Барт. Понимаешь, я ему пообещал. Ясно. Диспетчер, это Мейджор Том. Мы взлетаем. Это диспетчер. Взлет разрешаю. Ты дочь Дэвида Круппена? Да. Обалдеть. Это должно быть здорово. Да, он мой герой. А правда, что он подорвал нефтепровод, мешающий миграции к карибам? Да, наверное. Наверняка сейчас он другой. Все хорошо, парень. Тише. Завернем его в целлофант на всякий случай. Проверь, чтобы все было герметично. Нам нужно обезопасить себя. Ты в порядке? Нет. Будете готовы к чему? Эдвард. К чему? Взгляните на лёд. С каждым годом его все меньше. Это ужасно. Когда же люди наконец проснутся? Не всё так просто, приятель. Особенно, когда на кону образ жизни. О чём это ты, Федерико? Мы не можем игнорировать масштаб проблемы. Но кто-то же должен взять на себя ответственность. А что мы делаем, чтобы остановить это? Остановить совсем. Взять, например, Круппана. Он решает проблему изнутри, старается повлиять на сознание людей. А если у нас нет времени, может быть, лучший способ повлиять на людей? Подорвать что-нибудь? Взгляни. Как быстро тает лёд. А ты что думаешь? Вам лучше не знать. Как раз наоборот. Я считаю, что люди не способны меняться. И наши дни сочтены. Вот об этом я и говорю. Никто не хочет приносить жертвы. Мы почти на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Электричества нет. Что это за запах? Как будто тут кто-то умер. Кто-нибудь? Доктор Круппан? Эдвард! Почему выключено отопление? Разве трубы за ночь не промерзают? Они, наверное, снаружи. И воды нет. Наверное, генератор сдох. Я пойду проверю. Куда это ты? В комнату отдыха. Ты не против? Вот почему было на одно место меньше. Так она ещё не рада тому, что приехала. КОНЕЦ 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 Вот чёрт. Попить не хочешь? Нет, спасибо. Пойду пройдусь. Линк, я не жду, что ты снова будешь мне доверять. Я сожалею, что ошибся. Сколько же в тебе дерьма. Захотелось заняться любовью в Арктике, чтоб потом дружкам рассказывать? Ты знаешь, что это не так. Правда? Зачем ты тогда сейчас всё вспомнил? Не знаю. Просто ты была такой злой. Я беспокоился. Я не знаю. Я не знаю. Эвелин? Эвелин? Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе виднее, о чём он думает. Мой отец занимается нефтяным бизнесом. Несколько лет назад на одной из его буровых произошла утечка сероводорода. Погибло 9 человек. Я спросил его, как он живёт с этим. Знаешь, что он ответил? Что найдётся ещё много желающих поработать там. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется всё взорвать. Ты считаешь, что эко-терроризм – это выход? Не знаю. Но я готов делать всё, что нужно. Понимаешь? В лаборатории есть фонарик. Он понадобится, если генератор не заработает. Он понадобится. Вот это запах. Просто невыносимо. Как же здесь воняет. Что это такое? Не знаю. Стой! Не подходи. О, Боже. Ты в порядке? Да, всё нормально. Есть тут кто? Да, мы здесь. Господи, Боже. Я бы сказал иначе. Но да. Почему они бросили тут этого медведя? Я не знаю, но я должен это снять. Меня кто-то укусил. Кто? Наверное, блоха. Ничего, переживёшь. Пойдёмте. Запах меня убивает. Да уж. Эвелин, подожди. Я слышал выстрел. Что? Где-то в поле, когда заправлял генератор. Я уверен, что всё в порядке. Просто решил, что тебе нужно знать. Ты как? Хорошо, спасибо. Меня зовут Дэвид Круппен. Что значит «принести жертву»? База лагерю. Приём. База лагерю. Папа? Папа, ты там? Эвелин? Джейн, дай трубку папе. Что ты здесь делаешь? Тебе же здесь нечего делать. Я не хочу это обсуждать. Дай, пожалуйста, папу. Эвелин, а студенты с тобой? Конечно, а где же им ещё быть? Джейн, передай трубку папе. Дэвид! Дэвид! Они здесь! Студенты прилетели! Дэвид! Эвелин тоже здесь. Она вызывает по радио. Она на базе. Что происходит, Дэвид? Эвелин, что ты здесь делаешь? Ты меня даже увидеть не хочешь? Хочу. Просто это очень важно. Ты должна оставаться на месте. Где ты? Все ждут. Сделай, как я сказал хоть раз. Что происходит? Делай то, что я тебе говорю. Хорошо? Пожалуйста. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Почему они здесь? Я не знаю. Что ты наделал? Тебе надо прилечь. Я буду через минуту. Студенты прилетели, и с ними Эвелин. Что ты сказал Джейн? Ничего. Не думаю, что у нее хватит сил на обратный путь. Я разберусь с этим. Я знаю. Мы поступаем правильно. Я знаю. Кейн, Джейн. Эдвард, не надо. Ну что, получилось? Да. Они уже идут назад. Отлично. Все в порядке? Не знаю. Почему он велел тебе не брать меня сюда? Он не объяснил. Какой же козел. Ему очень тяжело. На самом деле. Я знаю, ты еще злишься на него за похороны, но он делал все, что мог, чтобы добраться туда. Но была сильная вьюга. Да, я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Ты слышала? Да. Что это? Похоже на спаривание двух хомо сапиенсов. Я так по тебе скучал. Я знаю. Жук! Боже! Что? Там жук. Подумаешь, жук? Ты не понимаешь. Это у меня с детства. Фобия, понимаешь? Это... Я не могу с этим справиться. Ты мне не рассказывал. А чем тут хвастаться? Вставай. Пойдём отсюда. Что с тобой? Я не буду спать в другом месте. Пойдём, ты не понимаешь. Я не могу тут оставаться. Пожалуйста, пойдём. Не бойся, Федди. Я защищу тебя. Я не могу тут остаться, понимаешь? Я буду в другой комнате. Я улыбаюсь. Я вытащу. Продолжение следует... 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 Хорошо. Давайте, все на выход. Пойдём. Дай мне минуту, я ведь её знала. Эви. Чёрт возьми. Куда это она? Я думал, мы решили держаться вместе. Атам. Куда это ты собрался? Эта женщина только что умерла. Снаружи её отец. Как только починишь вертолёт, сваливаем. Возьми скотч. Давай запечатаем дверь. Эвелин! Подожди! Чего тебе? Я поеду с тобой. Починишься. Продолжение следует... 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 Ох... Никогда не было так больно мочиться. Знать бы почему. О чём это ты? Маленькая мисс Невинность. О господи. С кем ты встречалась в последние месяцы? Ого! Прости, родная. Я не знаю. Я просто напуган. И всё. С нами что-то не так. Какая-то инфекция. Она у меня там, внизу. Какие новости? Они все мертвы. Убиты. Джейн застрелила их всех. Круппена тоже? Но зачем ей это делать? Понятия не имею. Я не знаю, что такое код 20. Я знаю, что у нас проблемы и нам нужна помощь. Назовите координаты. Да не знаю я их. Мы неизвестно где. В центре исследований Дэвида Круппена. Ждите ответа. Линк? Ты как там? Уходи. Уйди. Что ты делаешь? Мне надо её увидеть. Но комната на карантине. Пожалуйста, поверьте мне. Нам надо её увидеть. Пожалуйста, поверьте мне. Пожалуйста. 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 Господи. Что это? Яйца. Яйца. Какие ещё яйца? Такие же, как на Мамонте. Что? О боже. Вы это видели? Видели что? Жуки, покусавшие Линк, наверняка какие-то паразиты. Похоже, что они внутри Джейн. Надо её перенести. В лабораторию. Это отдельное здание. Оберните её в простыню. Быстрее. Что там, Эйви? Медведь тоже заражён. Что там, Эйви? И тут тоже яйца. Интересно, когда вылупятся жуки? Я вызвал по радио вертолёт. Скоро нас заберут. Сколько ждать? Пару часов, если погода не изменится. Слава Богу. Что такое, Эйви? Мы должны сказать им, чтобы они не прилетали. Что? Они не готовы. Надо связаться с центром по контролю заболеваний. Они всё изучат и решат, что делать. Что? Эйви, нам надо улетать. Нам надо в карантин. Ты с ума сошла? Линк, плохо. Нам надо выбираться отсюда. Федерико, ты не понимаешь. Подожди-ка, подожди. Может, мы торопимся с выводами? Вы же ещё студенты. Она даже не студентка. Они решили умереть там, потому что не смогли это остановить. Они мертвы? Джейн пыталась помешать нам вернуться домой. Она сказала, не дай им уйти. Она имела в виду жуков. Каких ещё жуков? Мы даже не знаем, что произошло. Ты сам видел яйца на мамонте. На мамонте? Кто-нибудь объяснит мне, в чём дело? Они нашли мамонта в тающем леднике. В нём полно яиц. Таких же, как у медведя и у Джейн. И, скорее всего, таких же, как у Линк. И у меня. У Линк? Федди, мы считаем, что жуки, покусавшие Линк, откладывают внутри неё яйца. Что? Что? Это какой-то вид... Что? Древних насекомых, оттаивших вместе с мамонтом. Бред какой-то. Как вы до этого додумались? Надо связаться с Центром по контролю заболевания. Они не знают, что делать. Нет. Нет. Куда это ты собралась? Эй! Эй! Мы же все здесь умрём! Эй! Не подходи к радио! Нет! Нет! Положи ружьё! У меня не было выбора. Теперь я главный. Пока не прилетит вертолёт, я главный. Что это был за звук? Ты в порядке? Да. Просто царапина. О, Боже! Как ты? Когда мы полетим домой? Скоро, родная. Уже скоро. Господи, Боже! Такого же цвета, как... Как что? Тебе лучше прилить. Хорошая идея. Такого же цвета, как что? Ладно, отведите её в спальню. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Полежишь. Отдохнёшь. Где Федди? Я здесь, дорогая. Когда мы полетим домой? Скоро. Очень скоро. Подожди. Надо запечатать комнату. А как же я? Хороший вопрос. Вы должны это увидеть. Что там такое? Сам как думаешь? О, Господи. О, Господи. Они могут выбраться оттуда? Нет. Но дверь надо запечатать. Хорошо. Мне надо что-то с этим делать. Сейчас же. Ты что собрался делать, Барт? Сомневаюсь, что вертолёты часто летают сюда. Их ещё долго не будет, а у меня нет времени. Скоро они начнут распространяться по телу, и тогда мне придёт конец. Мне бы просто срезать чуть-чуть сверху. Вот здесь. Вот так. Кажется, получается. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Не смотри на меня. Ты потеряешь слишком много крови. Тогда... Давайте выжигать их. Обольём руку бензином. Как мы поймём, что они все сгорели? Не хотите так? Тогда я её отрежу. Нам надо подготовиться. Ты уверена? Я даже не знаю, морфин это или что. В худшем случае будет передозировка. А это не самая страшная смерть. Давай, парень. Кали. О, Господи, Боже. Ну что, начнём? Ещё не поздно. Всё. Я готов. Что-то происходит. Они вылупляются. Хорошо. Сейчас. Адам, скорей, Адам. Это неправильно. Нельзя просто так отрезать часть тела. Адам! 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 Барк! Убей жуков! Чем? Попробуй спреем от насекомых. Он не действует. Адам! В ящике есть зажигалка. Подожди. О, Боже. Я не могу остановить кровь. Работает. Получилось. Адам! Надо остановить кровотечение. Сгут не помогает. Я видел кое-что в квадроцикле. Адам! Как он? Кровотечение замедлилось. Так, у него шок. Подними его руку. Подними. Его надо положить на диван на спину. Ясно? Давай. Вот так. Принеси Марли и какую-нибудь верёвку. Сейчас. Кладём его на спину. А теперь подними ему ноги. Вот так. Хорошо. Верёвку нашла, но Марли нет. Чёрт! Это ещё что такое? Чёрт! 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 Что? Похоже, они знали, с чем столкнулись. Кто они? Доктор Круппен. Это позвоночные, а не жуки. Так мы что, дальние родственники? Да. Тут сказано, что самцы не опасны. Они только вызывают язвы, в которые самки откладывают яйца. и мультиплили. То есть, если тебя укусил самец, то ты, может, и не заражён? Да, опасны только яйца. Эти записи сделаны вчера. Нам надо их посмотреть. Надо знать, с чём мы имеем дело. Это самая последняя запись. Где камера отца? В Курке Джейн, но вещи в лаборатории. Ты что делаешь? Надо туда зайти. Никто туда не пойдёт. Всё запечатано. Ты выпустишь жуков. Мы должны всё узнать, пока нет вертолёта. Там может быть что-то, что спасёт Линк. А может, и нас всех. Увижу на тебе жука, обратно ты не зайдёшь. Увы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, Боже! Что это такое? Сними его! Сними его! Быстрее! Все. А что, если в ней отложили яйца? С ней все нормально. Хорошо. Снимай стальное. Ее не кусали. Прекрати. Снимай с себя одежду. Сейчас же. Все хорошо. Он прав. Адам, ты должен меня осмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне очень жаль. Что бы ни произошло у вас с отцом, я понимаю, как тебе тяжело. Погода улучшается, скоро они будут здесь. Что именно вы хотите увидеть? Все просто, это жуки, и они едят людей. Нам надо выяснить все детали. В какой среде они обитают? Возможно ли эпидемия? Мой папа наверняка все продумал. Нам нужна эта информация. Сегодня я вновь открыл для себя то, что знал еще подросткам. Один выполз. Кто-нибудь, убейте его! Кто-нибудь, убейте его! О, Господи! Пора выбираться. Мы должны добраться до вертолёта. Там безопасно. Всё остальное надо сжечь. Помогите! О, Боже! Они ползут по вентиляции. Надо её вытащить. Нельзя. Их слишком много, это опасно. Но мы должны что-то сделать. Что происходит? Жуки забрались в комнату, Линк. Её надо накачать. Дайте морфий. И наденьте на меня что-нибудь. Ослабь слегка. Слишком туго. Не получается. Федди! Федди, открой дверь. Федди! Почти. Помоги. Помоги. Федди. Пожалуйста. Ты же тоже заражён. Помоги мне. Что ты делаешь? Она страдала. Она сама попросила. Она сама попросила. Она всё ещё жива. Ты урод! Я должен её накачать. Барт, подожди. Всё в порядке, Эйби. Мне нечего терять. Нет. Эбелин, пойдём. Пойдём, нам надо уходить. Ослабь... Перед тем, как уйти, надо убедиться, что никто не заражён. Я направляюсь к вертолёту. Кто хочет жить, может пойти со мной. Это всего лишь предосторожность. Мы тебя ни в чём не подозреваем. Просто надо убедиться. Чёрт война. Фидерико, стой! Тебе нельзя выходить! Я знаю, почему ты в неё стрелял! Решила всё испортить, да? Федд, заткнись, Атам! Когда прилетит вертолёт, она меня сдаст. И в итоге эти чёртовы жуки съедят меня изнутри! Я этого не допущу. Пожалуйста, не надо. Мне жаль. Папа! Крупан! Папа, Боже, ты жив! Мне так жаль. Мне тоже. Прости меня. Ты заражён? Нет. Ты ранен? Я в порядке. Джейн! Джейн погибла! Она повредила вертолёт. Но мы уже вызвали помощь. Всё здание кишит ими. Теперь безопасно только в вертолёте. Всё остальное мы сожжём. За базой есть канистра с бензином. Подожди нас в вертолёте. Хорошо, поторопитесь. Бегите. Хорошо, поторопитесь. Да. Жалею, что села тогда вертолёт. Что такое? Что? Он знал. Этих паразитов мы обнаружили в тающем леднике. Они лишь часть тех ужасов, которые готовит нам глобальное потепление. Поэтому сегодня я подготовился, чтобы сделать заявление. И чтобы принести жертву, одну единственную настоящую жертву. Тысячи людей погибнут, в итоге паразит будет уничтожен, как и эта видеозапись. Но новости о трагедии донесутся через интернет до сотен городов, изменив мировоззрение и даже души людей. Все, наконец, поймут, что пора приносить жертву, что время пришло. Субтитры создавал DimaTorzok. Ты была права, Эви. Всем плевать. Отдайте запись, пожалуйста. Пожалуйста. Не делай этого. Должен быть другой способ. Пожалуйста. Люди и так тебя слушают. Ты нет. Я сказала так со зла. Ты был прав. Ты всегда был прав. Люди могут измениться. Но, папа, твое решение – это не метод. На вертолет я сяду один. Когда паника распространится, люди все поймут. Но так нельзя. Может, он прав? Как он может быть прав? Папа, ты же собирался спасти меня? А как же остальные? Как же другие дети? Откуда тебе знать, как быстро паразитов смогут изолировать? Сколько людей погибнет? Тысячи, сотни тысяч. Их еще много там, откуда они пришли, да? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Не надо. Мне жаль. Прости. Папа! Нет! Нет! Вылезем через окно. О, Боже. Это доктор Круппо. Кажется, он ранен. Вы в порядке? Мне надо взглянуть на рану. Не надо. Взлетайте. Там еще кто-то есть? Нужен карантин. Они заражены. А вы? Нет. Взлетай. Вот черт. Стойте! Он заражен! Стойте! Ему нужен карантин! Он на подножке! Если он попадет внутрь, мы умрем. Он заражен! Вся эта территория на карантине! Что на карантине? Нам надо опустить его на землю! Нельзя. Он заражен. Он нам мешает. Я не могу выровнять вертолет. Господи Боже! Как он? Он не двигается. Мы должны улетать немедленно. А как же она? С ней будет все хорошо. Нет. Нет! 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 Поднимайся! Давай! Вот черт! КОНЕЦ Боже, надо отнести тебя в вертолёт. Уже слишком поздно. Нет. Уже поздно. Ты должна сохранить запись отца. Ты должна их предупредить. Но я не могу тебя тут оставить. Нет, можешь, Эви. Наконец-то. Я наконец-то... Реально повлияю на вещи. Нет, нет. Реально повлия Send Продолжение следует... 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 Продолжение следует...